перед нами некоторое количество usb модемов все они разные разные их марка разная их модель наша сегодня с вами задача попробовать изменить имей в usb модеме дабы на нем работала сим-карта мтс с мобильным тарифом безлимитище насколько вы знаете изначально в таких модемах такой тариф не работает мобильный тариф предназначен лишь для смартфонов но он очень заманчив тем что он безлимитен и поэтому в компьютере его было бы очень удобно использовать поговорим о нюансах мы будем использовать способ перепрошивки модема именно тот который не может перепрошить все эти варианты модемов а лишь некоторые из них какие же во первых существует марка модема то есть к примеру многие модемы под маркой huawei а многие zte модемы zte прошивать очень сложно поэтому мы будем прошивать huawei просто стоит в том что не каждый huawei подойдет под этот вариант перепрошивки поэтому мы будем использовать определенные модели а именно для перепрошивки подойдет модель huawei 420s еще одна модель все эти модемы от мтс еще одна модель есть 71 вот два варианта которые мы можем перепрошить из всех лежащих здесь модемов кстати у меня перепрошит 4g beeline он не только перепрошит он еще и разлочен по всей сим-карты то есть здесь имей от смартфона и также здесь работает мтс раньше я им пользовался пока он не вышел из строя еще один при прошиты в моих руках модем это тот самый котором я говорил с моделью 420s у меня имеется под рукой таких четыре модема вот они один из них мы и будем перепрошивать задача в целом а наша задача симулировать работу смартфона то есть этот модем будет являться смартфоном а точнее выдавать себя за смартфон а сделаем мы это с помощью изменения его номера и мы действий после выбора usb модема которую будете перепрошивать вам понадобится какой-либо смартфон старый желательно который не работает и здесь вам нужно будет выбрать с него имей полностью как он есть на смартфоне и желательно если там две сим-карты лучше выбирать первый почему телефон точнее смартфон должен быть нерабочим потому что если вы будете пользоваться и смартфоном и модемом и окажутся оба устройства в сети то вы можете получить бан своего тарифа за то что вы используете сразу сим-карту с двух устройств одинаковых такого быть не может правильно поэтому это исключено после выбора имей на смартфоне приступим к следующим действиям итак обратите внимание модем действительно работает я зашел в личный кабинет мтс чтобы вы могли видеть что это действительно тариф безлимитище мобильный тариф для смартфона то есть после перепрошивки изменения имей модем полностью работает давайте попробуем перейти на какой-нибудь сайт и убедиться в этом окончательно youtube без проблем загрузился в общем все работает есть прочие проблемы после перепрошивки примеру ограничение на торрент но это тоже решаемо ссылку на видео урок как снять ограничение с торрента я оставлю в описании все последующие действия мы будем выполнять на рабочем столе сейчас перед собой увидите список программ которые нам понадобятся для разблокировки смены имей usb модема убедившись том что тот модем который вы желаете перепрошить вставлен usb разъем а также в нем вставлена sim карта с тарифом безлимитище мы приступаем к последовательности действий первое что нужно сделать это открыть порты ссылки на все программы будут в описании поэтому не переживайте также их выложил надежном месте чтобы не было в них никаких вирусов открываем порты лучше конечно это сделать от имени администратора после открытия портов устанавливаем драйвера в той последовательности которые буду устанавливать я этот первым а этот вторым на следующем этапе данной процедуры нам понадобится программе simulocker открываем ее запускаем от имени администратора и нажимаем поиск модема оставив все пункты как действует хвей модем и автодетект нажимаем и ищем наш модем модем нашелся не пугайтесь что здесь указан это не та модель так как модель е3131 совпадает с моделью 420s главное чтобы имей был тот который на модели можете сравнить визуально если это так открываем калькулятор кстати говоря о калькуляторах и о том как разлучить модель он же ведь заблокированный и все консольные команды воспринимать не будет пока вы не ведете код разблокировки модема в интернете вам могут предложить огромное количество вариантов как это сделать в том числе и платно не ведитесь на это у вас есть калькулятор пользуйтесь им сами копируем имей модема удаляем все из строки имей в калькуляторе вставляем нажимаем калк вы получили варианты кодов разблокировки их здесь несколько четыре штуки если быть точным открываете такой вот документик здесь вы можете видеть консольные команды программы DC unlocker вот сюда вставляете один из кодов разблокировки я начну с b2 код как он чаще всего бывает верно если какой то если не подходит пробуйте следующий вставляете сюда копируете полностью команду идете DC unlocker и внизу вставляете команду нажимаете кинта если вы увидели что здесь отобразилось ok значит все в порядке если игрор то пробуйте другой код таким же способом далее возвращаетесь в блокнотик вставляете заранее подготовленные имей с вашего смартфона еще раз напомню что берете уникальный имей и желательно с нерабочего телефона чтобы коды в сети не совпали вставляете его сюда далее копируете полностью всю команду идете обратно в DC unlocker и вставляете его сюда нажимаете интер если вы видите что здесь отобразилось окей значит процедура завершилась успешно в случае различных ошибок пробуйте решать смотрите все ли вы сделали поэтапно как я объяснял все ли верно если это так то все процедура завершена сейчас на модеме будет новый имей а это значит что вы можете уже пользоваться тарифом безлимитище на вашем компьютере есть еще один небольшой нюанс о котором я сейчас расскажу во-первых я забыл сказать про одну банальную вещь то что перед всей этой процедурой необходимо установить программу самого модем если она ранее у вас не было установлено так как процедура при прошивке модема должна проходить с установленными драйверами модема это раз и второй необязательный параметр который необходимо изменить в реестре компьютера в принципе этого можно не делать модем и так замечательно будет работать но мы должны симулировать отправку пакетов то есть тип отправки пакетов так как на смартфоне он другой поэтому нам нужно сделать некоторые манипуляции нажимаем сочетание клавиш вин плюс р на клавиатуре вписываем строку regedit нажимаем ok и попадаем в реестр нашего компьютера здесь все манипуляции выполняйте с осторожностью потому что какие-либо неверные действия могут привести к неверной работе вашей операционной системы сейчас переходите вот по этому адресу в реестре сервисы и теперь ищем по алфавиту выбирайте параметры именно параметры не то что внутри него а именно ключ параметры здесь правом окошке не в левом там где мы сейчас выбирали параметры а вправо нажимаем правой кнопкой мыши нажимаем создать параметр the word 32 бита даем ему имя default ttl еще раз скажу что это не обязательно нажимаем enter далее правой кнопкой мыши на этом на этой записи и изменить так система исчисления будет десятичная и сюда вписываем 64 нажимаем окей данный документ это также прикреплю к архиву который поможет вам это все прочитать и все перспективы можете очень просто и с легкостью пользоваться данным тарифом usb модель конечно же все это нам нужно проверить что мы сейчас и сделаем ну и напоследок давайте проверим что же у нас получилось с нашей прошивкой откроем еще раз и осуществим поиск еще раз посмотрим какой имей теперь имеет модель и оставляем параметры так же нажимаем поиск и и мы видим да действительно модем теперь новый от нашего смартфона чем же различаются имей модемов и и смартфон очень легко это увидеть модемов обычно начинается имей цифр 3 и 5 а у смартфонов с восьмерки 8 6 и так далее так но теперь нужно проверить на практике если нет не работает у вас модем не забудь перезагрузить свой компьютер не пугайтесь открываем браузер и проводим практическое тестирование попробуем открыть какой-либо сайт мы видим что в новом модеме все прекрасно работает а это значит что наша процедура прошла успешно в последующем вы можете туда вставлять в этот модем другие мтс м карты все будет работать как полагается в том числе и обычные модемные тарифы а на этом все все что уже выше описал например комплект программ я заархивирую в архив оставлю ссылочку в описании на этом все уважаемые зрители рекомендую подписаться на наш канал а также включить оповещение чтобы не пропускать интересные и полезные ролики которые мы стараемся выкладывать практически каждый день каждый для себя найдет на данном канале много интересного и полезного спасибо вам за внимание спасибо вам за просмотр! Продолжение следует...